В Москве в Музее Победы наградили поисковиков из семи стран, среди них Белоруссия. Все они участвовали в экспедиции по поиску погибших солдат на реке Нарев. Эта международная экспедиция стала крупнейшей в Польше. 40 поисковиков, археологов и историков из Беларуси, России, Латвии, Литвы, Украины и Молдовы искали останки пропавших без вести солдат. Именно на реке Нарев в июне 1941 года, во время наступления 268-й пехотной дивизии вермахта, погибло 300 бойцов 4-й танковой дивизии Красной Армии. Ни о ком достоверных сведений не было. Спустя почти 7 десятилетий первые две экспедиции на реке Нарев провели именно белорусы. Наш отдельный специализированный поисковый батальон. На реке Нарев они проводили две экспедиции, по-моему, в 2009-2011 году. Там же работали, где мы работали, в районе высоты неизвестной на реке Нарев. И итогом их работы стало, если я не ошибаюсь, эксгумация, захоронение с воинскими охотчастями на воинском кладбище в Гайновке останки 31-го солдата и командира Красная Армия. Совместно с ним мы ежегодно проводим поисковые экспедиции на территории Республики Беларусь. Несколько лет мы работали в районе города Витебска, это на Лезне. Сейчас мы работаем несколько лет уже на реке Зельва, значит, недалеко от самого города Зельва. В этом году там будем тоже продолжать поисковые работы. Там мы работаем по 41-му году. Результат нынешней международной экспедиции в Польше найдены останки 50 бойцов. Имена троих из них удалось узнать благодаря солдатским медальонам. Официально завершилась операция «Нарев» в церемонии вручения памятных знаков всем участникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова